привет ищи мы продолжаем создавать наш чтобы колонию опа прибыл торговец отправьте колониста чтобы поторговаться верыч верка 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 давай верка хромай быстрее а то торга сейчас уплывет смотри колония продает нифига себе у нас есть картошка я даже не знал о ее существовании у нас есть лекарства от болезней помню собирали лечебные зелья а купить мы можем помидоры руда пиво лекарства меч лейка лечим кирка 225 монет это мне придется три зелья продать опасно да короче мы лекарства от болезни продадим ну и лечебное зелье вот так вот как-то я конечно не знаю смогут ли они использовать кирку но попробовать стоит обменять отлично теперь у нас есть кирка мирон хватит долбить дерево иди танцуй я купил тебе кирочку сейчас моему оденем инструмент а вон он еще смотри передайте мебель во владение поселенцу чтобы он смог экипироваться автоматически надо его назначить шахтером и мироныч сразу побежал долбить камень ногами мироныч подожди да я тебе кирку хотел я сказать дам прибыли мигранты несколько мигрантов увидели наш пламенный сигнал и только что прибыли на маленькой лодке отправьте колониста чтобы принять их вау наконец-то у нас пополнение верыч иди встречай это чё за гном такой иди обними его пламена поприветствую как говорится а можно посмотреть что он умеет какие у него навыки там есть может быть он ленивый нам такие нафиг не нужны так отказаться от мигранта сражаться убить давай-ка пообщайся с ним может он тебе что-нибудь расскажет толковая мигранты уходят вера вера поручил тебе разузнать о человеке а ты ушла дрыхнуть оставила его на улице нет бы чаем напоить ладно чё другие мигрант придут мне тут гномчат как-то не понравилось перетащим нашу корзину с едой в здание тоже здесь вот будет стоять и нужно назначить исследование вот у нас тут пробирочка это у нас как раз исследование обработка дерева и фермерство чтобы это все дело открыть нужно добывать кристаллы верка дуй за кристаллами значит смотри обработка дерева требует 5 кристаллов у нас с тобой 6 кристаллов но также мы можем за 5 кристаллов изучить фермерство мне кажется это сейчас более нам необходимо. Так что давай изучаем фермерство. Верка, ты спахаваешь и давай. Анализируй кристаллы. Опа. Это последний день весны. Че, лето, что ли, пришло? Круто. Верка у нас ботанит. Учит фермерство. Опа. Ништяк. Фермерство разблокировано. Теперь мы можем делать полку для еды с костром, сам костер, почву для помидоров, почва для картофеля. О, иммигранты сразу прибыли. Верыч. Нет, Верку не будем посылать. В прошлый раз я помню, чем это закончилось, Мироныч. Я надеюсь на твою общительность. Сиди сюда. Давай, пообщайся с этим чуваком и подумай, принять его или нет. Хотя чел вроде такой нормальный. Да, давай сразу его примем. Принять иммигранта. Добро пожаловать в дом 2. Все? Здорово. Я Маринка Корзинка. Приятно познакомиться. А, это не мужик, это Мария. Господи, как она похожа на чувака. Так, Маринка, давай посмотрим. Что ты умеешь? Она обжора. Ой, это плохо. Любимая еда яблочный штрудель. Ну, ладно, че. Надо сделать еще один спальник. А, недостаточно хлопка. Что ж, Маринка, ты пока поспишь тогда на траве, либо на полу. Мариныч, поскольку у тебя еще полно сил, предлагаю тебе исследовать обработку дерева. О, блин, пока выбирал исследование, она уже дрыхнуть легла. Маринка, давай вставай. Иди, анализируй кристаллы. Смотри, какая мечта есть у Маринки. Поговорить с Верой Волковой. Она хочет поговорить с нашей Веркой. Но надо будет как-нибудь исполнить ее мечту. Хорошо. Интересно, о чем они хотят поболтать. Ладно, займемся фермерством. У нас появились фермерские всякие штуки. Вот, например, почва для картофеля. Вот такие вот грядочки у нас будут. Ой, бедненькая Маринка. Заучилась. Уснула за стойкой. Нехватка еды. Блин, надо где-нибудь яблок найти. А лучше поскорее посадить картофель. Так, Мирон, иди сюда. И вскопай-ка нам грядки. Лето наступило, ты посмотри. Хотя ничего не изменило. Что весна, что лето, все зелено. Короче, уменьшил количество грядок. Теперь у меня их стало шесть. Нужно сюда каким-то образом посадить картофель. Верка, иди сюда. Давай, хромая нога. Сади. А то есть уже нечего. Одна картошечка посеяна. И вторая тоже посеяна. Я, правда, не знаю, сколько у нас там картофеля было. А, вот, смотри. Картошки десять штук у нас. И есть одна помидорка. Тогда нам нужно сделать еще одну грядку с помидорами. Помидорки у нас будут вот здесь. Тоже три грядочки сделаем. Опа. Обработка дерева разблокирована. Кучу всего открыли. Деревянный комод, деревянная бочка, шкаф с лечебными зелиями. Неужели сейчас мечта Маринки осуществится? Поговорить с Верой. Давайте, общайтесь. Мечта сбылась. Так, все, хватит. Поболтали и шуруй вон, я не знаю. Грибочки собирай. Верка у нас тут уже помидорки садит, смотри. Маринка-то у нас отличный шахтер. Так, Маринка тогда будет у нас шахтером помогать Мирончику. А Вера у нас, что там, кто там? А Вера у нас отличный фермер. Тогда она будет у нас фермером. А Мирон у нас, у него нет никаких звездочек. Он у нас никто. Давай тогда сделаем его лучше все-таки дровосеком, да? Пускай он у нас деревьями занимается. Так, у нас там фига вот туча всего подкрывалась. Давай посмотрим, что у нас есть. Работа. Мастерская ремесленника. Колонисты долго собирают ресурсы руками. Позвольте ремесленнику создать базовые деревянные инструменты в этом верстаке. Отлично. Теперь у нас есть верстак. Поставим его сюда. Мирон нам строит верстак сквозь стены. Я не знал, что у него есть такие способности. Ну ладно, главное, что верстак у нас построен. Мастерская ремесленника. Сделать деревянный топор. Пускай делается. Деревянная кирка требует 40 бревен. Ладно, Мирон, у нас пока нет ремесленника, так что иди и сам делай себе топор. Сделать инструменты. О, Мироныч там досочки склеивает. Смотри-ка, у нас верка-то молодец. Хлопок нашла. Это означает, что мы для Маринки кроватку сейчас можем сделать. Так. Ну вот, третья кроватка готова. Маринка, иди. Шейсия кровать. Ну что, я тебя поздравляю. Эта кровать теперь твоя. Мирон, кстати, у нас закончил топор. Посмотрим. Ааа, подожди. Вот он, в инвентаре у нас есть топор. Но взять в руки он его не может. Потому что нам нужно построить мебель для этого. Блин, не знаю, что с Маринкой делать. Она унывает у нас. Я уже Мирон попросил подойти пообщаться с ней и обнять ее. Так, Верка без дела стоит. Верка, иди-ка с ней поболтай. О своем, о женском. Ну, а мы попробуем Мирона уболтать, сделать нам стойку для снаряжения. Мироныч, сделай-ка стойку для хранения инструментов, пожалуйста. Ага, сейчас, сделал он. Дрыкнуть улегся. Ты посмотри, у нас тут картошечка выросла. Первые самостоятельно выращенные овощи. Стойка для инструментов. А, получается одна стойка для одного человека. Видишь, нет владельца. Выбрать инструмент. Давай, это будет у нас стойка тогда Маринкина, потому что она сделала эту стойку. Так что сюда кирку закинем. И назначим эту стойку для нее. Вот. Теперь она владелец этой стойкой. Надеюсь, она сейчас пойдет, возьмет кирку и будет работать ей. А нам пишут, что у нас закончилась еда. Вера, 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 хватит болтать. Иди, собирай урожай. Нам нечего есть. Собрать картошечку, пожалуйста. Так, Мария подошла к стойке, взяла кирку и пошла работать с киркой. Наконец-то. А Мирон, Мирон, подожди. Тебе тоже нужно стойку такую сделать, чтобы получить топор. Ааа, недостаточно бревна. Ладно, иди пинай деревья. Ништяк. Хоть один человек в здравом уме взял инструмент. А Верка у нас тут картофель собирает. Корзина у нас забита и картофелем, и яблоками. Чудесно. Знаешь, я думаю, что эти столбы нам не нужны. Мы можем их убрать, они тут только мешаются. Вот так вот. Крыша же у нас все равно останется. Да, останется. Я подумал, что раз у нас вот эта зона будет рабочая, нам нужно убрать отсюда окно и заполнить эту стенку стойками. Так, Мироныч, твоя стойка готова. Иди строй ее. Здесь будут твои топоры. Ну любит, но любит Мирон строить все через стенки. Завладеть. Здесь будет твой топор. Иди и бери его. Иди возьми топор. Мироныч. Ну наконец-то лесоруб с топором, как и положено. Посмотрим, как он орудует, владеет. О да, слава богу. А Верка, что у нас тут развалилась, я не понял, на грядках? У тебя что, все прекрасно в жизни, что ли? Смотри, какая мечта у Верки, посидеть на стуле. Надо бы стулья сделать. Где у нас стулья? Вот стулья. Хотя, что стулья? Может быть, сразу скамью сделать? 18 бревна не хватает. Ладно, сейчас Мироныч нам бревно добудет. О, 15 бревна сразу срубил. Как раз. Ну вот тогда и сделаем вот здесь вот лавочку. Маринка, иди. Реализуй свою мечту. Нифига себе, Маринка, супец наворачивает. Откуда она суп взяла? Мирон с топором идет торговать с торговцем. Ого, торговец одежду привез. Одежда начинающего шахтера, а также ремесленника и продвинутого ремесленника. Не, нам это пока не интересно. Нам бы хлеба у тебя купить. А также картошечке не помешало бы. Во, на 109 монет мы взяли у него еды. Нужно ему отдать одно лечебное зелье и железную руду. Слушай, я тут подумал, поскольку наши ребята кушают на лавочке, почему бы им не сделать стол? Вот такой вот столик. За ним все приятнее будет ужинать, завтракать и обедать. О, ты глянь, у нас помидорки позрели. Обалденно. Давай, Мирон, думай. Думай, как нам полив замутить. Ну что, я думаю, что на сегодня хватит. Наше поселение потихонечку процветает. Огородик небольшой, но есть. Нам еще многому предстоит научиться. Ну, а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе удачки и пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok